В Казанском Кремле открывается выставка «Гений века». Это первый проект в рамках программы сотрудничества Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. В столицу республики привезли целый ряд знаковых работ Серебряного века. Большинство из них покидали стены Третьяковки лишь несколько раз. Репортаж Светланы Костиной. Поначалу идея того, что царевна приедет в Казанский Кремль, была такой же призрачной и нереальной, как и сама героиня Врубеля. Ведь в последний раз картина покидала стены Третьяковской галереи 30 лет назад. И то ради зарубежной выставки. Но на этот раз сделали исключение. Царевна-лебедь, центральный, наверное, образ этой выставки. Смотрится здесь совсем по-другому. До окружения, в котором она находится, позволяет, наверное, более точно считать те символические смыслы, которые заложены в этом очень известном, очень знакомом образе. Зритель замечает царевну еще издалека, вернее, ловит ее взгляд. Нежный, печальный и одинокий. Ее расположили в центре зала, жемчужина выставки. Путешествие по Серебряному веку русского искусства начинается. Врубель, Лорионов, Коровин, Гончарова и Кончаловский. Мы идем по истории искусства рубежа веков 19-20 век. От символизма к первым постреволюционным работам. И в этом путешествии, составленном специально для посетителей, имеет значение абсолютно все. Рютерматургия выставки, невзначай появившиеся цитаты, и даже то, как оформлен текст на стенах. Специально для этой экспозиции была разработана архитектура выставки. Оформление стен, цветовая гамма, каждая мелочь должна открывать историю отдельного полотна. Все картины подсвечены точным лучом. Вы видите четкие границы, и свет не выходит за пределы рамы. И торжествующая муза Лорионова как будто подсвечена изнутри. Здесь четко виден протест художника. Он показывает зрителю не идеальную Венеру, а иероглиф древней наскальной живописи. Всего Третьяковская галерея привезла в Казань около 60 картин. Еще 20 отобрали из коллекции музея изобразительных искусств Татарстана. И вот уже в одном месте случается то, чего ждали долгое время. Встречаются работы, которые создавались как парные. Например, эти два полотна Лорионова хранятся в разных музеях. В последний раз они выставлялись вместе в 2005-м. Это возможность создать более цельное впечатление. Картины Лорионова из «Франты и Франтиха». Они относятся к одной серии провинциального города. И, конечно, когда они вместе, это получается как практически такой диптих. Встретились и две работы из еврейской серии Натальи Гончаровой. Такое сотрудничество музеев позволит зрителю взглянуть на привычные коллекции по-новому, уверены организаторы. Зритель уже не удовлетворяется просто более-менее удачно развешанными картинами. А то, что привлекает зрителей на нашей выставке, это идея, это концепция. Выставка будет открыта до конца сентября. Затем картины вернутся в Москву. А в Третьяковской галерее для Казани уже готовят новые экспозиции. Светлана Костина, Олег Матюшин и Анатолий Минеев. Первый канал. Казань.